Учерливый раздел имущества. Начну с истории, которая наверняка всем знакома. Представьте себе, что вам дали тарелку каши. Требуется поделиться, ну не знаю, ходить с мамой, хотите с котом-барсиком, неважно. Главное, что поделиться надо позже. Обязательно позже. Представьте себе, что есть два человека. Которым нужно некоторое количество каши разделить пополам. При этом они друг друга подозревают в том, что оба хотят побольше. Скажите, пожалуйста, как по-честному поделить, чтобы оба были довольны? Нет, пополам, а вот, понимаете, пополам. Пополам вот так пополам, пополам вот так пополам. Да. А вот так это вот так или вот так? Да. На две части. На две части, да. Как, как, да. Говори, говори. Что они получат и брали в лобоке. Ага, есть такой известный способ. Сесть и лучше все это суп получается, да? Взять налить тарелку супа, каждый берет по ложке и начинают хлебать. Ну, конечно, антисанитария полная, а если это не так, да? А если это не так, то есть, ты не скажешь, но две равные части. А что такое равные? Равные это так или так? Да, говори, говори. Один делит, а второй взялся. Выходи, выходи. Выходи, объясни всем. Быстро. Известный способ, конечно. Вперед. Объясни всем. Один делит, а второй переберет ступку пополовину, которая нравится больше. И получается, что не один. Представьте себе, что нам нужно с вами поделить вот такую область. Зачем? Вот. Каким образом ее делить? Ленинные. Очень просто. Я говорю, я думаю, что вот так вот будет он. Я шустрю, вы. Какая часть больше нравится? Вот эта часть больше нравится. Замечательно. Заметьте, после того, как это произошло, я обязан считать, я тут не выщипывал миллиметр, я делал не в этом. Я обязан считать, что все по-честному, потому что делил я сам. А он выбирал сам. Поэтому тоже он обязан считать, что все по-честному. Понятно? Так, садитесь. Разумеется, ради этого не стоит проводить сегодняшние занятия. Потому что это все прекрасно знают. Это совсем понятная вещь, до которой легко догадаться весякой математике. А вот теперь задача. Представьте себе, что на троих надо поделить какое-нибудь богатство. Сразу скажу. Пусть это будет не каша. В каше есть такое свойство, как однородность. То есть, каша делается из, не знаю, там одинаковых, более-менее рисинок, да? Или из крупинок манной каши, или из, не знаю, из отдельных крупинок гречки, или из чего-то. То есть, каша очень однородная. А представьте себе, что поделить надо. Ну, не знаю, что. Зачем монеты? Зачем монеты? Какие яблоки? Ребята, у нас в Америке, значит, добрый дядюшка решил подарить нам Нью-Йорк. Значит, мэр Нью-Йорк спятил и решил подарить нам этот город. Но сказал, что дарит его не персонально, а троим из, значит, троим замечательным московским школьникам. Давай, уходи. Да, да, да. Так, давай. Так, так, так. Все, вот три человека. Вперед. Так, три замечательных московских школьника. Так, как зовут? Лера. Лера. Саша. А? Данил. Отлично. Должны сейчас разделить богатство огромного города. Ну, понятно, что в школьник в Нью-Йорк мы не полезем, но там есть много муниципальной собственности. Я не знаю, какие-нибудь там уборочные машины, что там еще у них бывает. Водопровод у них бывает там, да? Не знаю, там еще. Дороги. Значит, господа, даже перечисление того, что есть в Нью-Йорке, господа, я специально взял как можно более далекий от нас город, чтобы никто из вас не побежал туда делить. Поэтому сядь, пожалуйста. Никаких территориальных притязаний к Америке у нас нет. Честная судьба. Пожалуйста, поэтому сядь, и мы, конечно, куда убегать. Значит, итак, чем важно то, что мы делим именно неодноводное богатство? Тем, что у разных из этих школьников есть разное представление о ценности. Например, кто-то из них, ну вот просто до невозможности любит асфальтовые катки. Понимаете, да? Вот он просто считает, что нет в жизни ничего лучше, чем поездить на асфальтовом катке. И я не знаю, там в Нью-Йорке там столько-то этих самых асфальтовых катков. Он считает, что все остальное ерунда. Все эти канализационные системы, это все полная ерунда. Все эти дорожные знаки, ничего не стоят. А вот асфальтовый каток, это главное, что бывает в богатстве жителей, да? Вот. А другой наоборот считает, что мне это совершенно неинтересно, а вот, я не знаю, ну, что там. Компьютер. Да, там, какой-нибудь компьютер, который стоит там в Нью-Йоркской мэрии, это самое главное. Вот он сейчас сядет и будет на этом компьютере играть. Уже если такое счастье привалило. Значит, они по-разному оценивают богатство. У одного одни представления о жизни, у другого другие. И еще. Они здесь впервые в жизни встретились на занятии этого кружка. Они абсолютно друг другу не доверяют. Это страшная русская мафия. Страшные люди. Вы видите, да, по их лицам, да? Они с улиц, по которым ходят медведи, там понятно, что у них там в карманах там ножи, пистолеты. Ну, в общем, это злобная, ну, просто полиция, вы видите, да? Абсолютная злоба. Не доверяют, не умеют договариваться. Господа, скажите, пожалуйста, кто из вас знает способ устроить между ними переговоры? Да, только вот что, переговоры, давайте считать, что будут происходить гласно. То есть, вот они, значит, втроем узнали о том, что им подарили Нью-Йорк, сияющий град на высоком холме, прекрасный город, красивый, замечательный, современный. И они сейчас его будут делить. Разумеется, каждый из них хочет целиком. Разумеется. Каждый из них хочет, чтобы другим ничего не досталось. У нас вопрос, что сделать, как сделать, чтобы эти переговоры прошли бы справедливым образом. Да, говорим? Да. Нет, так не будет. Вы встаете, выходите сюда, громко говорите. Потому что иначе ничего не слышно. Те, у кого есть что-то сказать, у кого есть предложить способ, выходят сюда и говорят. Надо каждую часть... Громко только. Надо каждую часть, вот эту гору. Например, какая-то из них такой, назовите мне гору. Вот. Асфальтовый каток, каждый, аккуратно пилим на три части. Он перестает быть катком? На нем уже никто не поедет. После так, знаете, как раздел детей, провести методом, знаете, да, древняя история? Как узнать, кто матер, кто матер. Помните? Кто их? Древняя притча. Когда пришли две женщины, стали спорить за то, кто из них хватит ребенка. И судья сказал, что давайте мы его сейчас просто разрубим пополам, половину тебе, половину тебе. И одна сразу заорала. Да ни в коем случае, пусть он лучше достанется. Другой ножки живой перебудет. Ну, древняя притча. Ну, древняя притча. Нет, разумеется, ничего ломать и перетирать в кусок мы не будем, потому что если компьютер разъелишь на три равные части, он перестанет работать. Нет, не идея. Говори. Не слышно. Кому нравится готов, то есть тот пусть на каке будет. А кому нравится компьютер, то пусть компьютер. Понятно. То есть самому наглому достанется более-менее все. Потому что он скажет, что «а мне нравится и это, и это, и это, и это, и это, и это». И вот ему все нравится. А вы идите отсюда, вы ничего не понимаете с ценностью. Это неправильный способ. Не надо давать самому наглому все. Так, вас вон. Человек может иметь все, что хочет. Вот если мы его делили, а он хочет больше. Вот это не твоя территория, но ты можешь сам появляться и считать, что это твоя территория. А, понятно. Замечательная идея. Что-то вроде коммунизма объявить. То есть объявить, что они втроем образуют между собой такой союз, который будет на троих управлять Нью-Йорком. Да. Нет, не знаете, пожалуйста. Нет, ребята, это все не серьезно. Потому что вы сейчас пытаетесь, вы не понимаете, о чем вы говорите. Я же сейчас не пытаюсь решить их жизненную проблему. Может быть, действительно, если сейчас, если хочешь сказать, выйди и встань в очередь. Я же сейчас, если бы у нас была жизненная проблема такая, если бы сейчас из Нью-Йорка пришло бы сообщение, что мы не можем сами управляться, и вот только три русских школьника там могут спасти ситуацию, наверное, может быть, мы бы и действительно придумали там, им надо втроем объединиться, да, там составить совет. Разговор не о том, я о Нью-Йорке сказал только в виде шутки. Разговор совсем о другом. О справедливом разделе имущества. О процедуре, при которой все будут считать, что это честно. Так, говори. Все было лучше. Что такое все было лучшее? Общее. Ребята, чтобы все было общее, вы уходите от задач. Я понимаю, что хорошо, если будут там молочные реки в сельских берегах. Разговор-то ведь не о том. Так, давайте, я буду по очереди спрашивать. Давайте, что-то. Есть еще не знаю? Нет? Говори. Мне кажется, что от какой-то сообщения пришло, он и должен это разделить, им поделить эти части. Кто дал это богатство, пусть не делает так, а разделит сам и выдаст. Ну, в принципе, это было бы справедливо. Но, а представьте себе, что это произошло в результате успешной войны этих троих замечательных ребят с славной страной Америки. Они быстренько там объявили ей войну вчера вечером, послали американскому послу писульку об этом. А? Да. Вот, Америка испугалась, сдалась и сказала, что берите. Ни малейшего желания помогать этим русским важным у них нет. Завоевали Нью-Йорк. Все, вот эти вот трое, значит, победили. Что? А, выходи, выходи. Так, сейчас садись. Садись. Говори. То, что может быть, один поделит эту страну, другой... Уже страну. Все-таки город пока что. Я не знаю. Вот он поделит на три части, пусть даже может быть одна побольше, а другой, второй, выберет одну из этих частей и следующий выберет из вот этих оставшихся двух частей. Нет, ребята, давайте так. Мне понятно, что они сразу задачу не решают. Но если не будет уважения к тому, что они говорят, если мы не будем вслушиваться, то мы эту задачу не решим никогда. Смотрите, смотрите, что она сказала. Предложение. Один человек, ну, например, Даня, скажу. Даня берет идеи имущества на три части. После этого, ну, например, Саша выбирает себе часть, которая ему больше нравится. Так? Вот. Ну, оставшиеся на двоих, а недели, так мы уже умеем. Ребята, это нечестно по отношению к тем, кто в зале. Поэтому, пожалуйста, приятно идите сюда, а приятно идите туда. Давайте я объясню, почему предложенный способ является совершенно неправимым. Совершенно неправим. Смотрите. Вот есть у нас здесь показатель. То первый человек, которому вы сказали все это, может делать так же. Он может сказать, что, господа, вот это одна часть. Вот это вторая часть. А все остальное это третья часть. Объясняем, зачем он это сказал. Потому что второй человек, которому вы решили выбирать, вывелит себе эту часть. Третьему останется одна или три двух кружечек. Он уйдет, понимаете, ни с чем, да? Он только что был целый город, а сейчас уже ничего не остается. А дальше эти двое между собой разделят. Ребята, способ должен быть таким, чтобы даже если двое захотят обмануть третьего, у них бы это не получилось. Процедура раздела должна быть защищена от нечестного сгуба. Во время коммерческих переговоров, это же очень естественная вещь, взять, вот когда у вас между троими. Кстати, вы не понимаете, что многим из вас в жизни придется в таком роде историю участвовать, да? Далеко не все из вас станут учеными-математиками. Ученым-математикам действительно это не нужно. А вот кто будет хоть немножко в практической жизни, ну, конечно, Нью-Йорк никто вам не даст, вот. А какое-то имущество вполне может быть делить придется. Так что эта задача вполне практическая. Как устроить переговоры, чтобы не было возможности обмануть одного из участников? Говори. Мне кажется, что каждый день будет каждый город управлять. Не в общем-то. Нет. Хорошая идея. Я даже могу сказать, как это будет. Когда вы скажете одному из них управлять, то первый декрет будет такой. Все асфальтоукладчики срочно поехали из Нью-Йорка ко мне домой. Все. Самое ценное, что он считает, что есть в свете, будет сразу вывезено. Это очень опасно отдавать по очереди. Сразу возникнет спор, а кто первый? Потому что если мне разрешили управлять, это значит, что я... Так, все сказал? Нет, я сейчас слышу, что у всех получили. Да. Можно продать это и разделить вот это узборнородное на трех. Хорошая идея. Кстати, в жизни очень часто так и делают. То есть, когда у вас есть какое-то затруднительное имущество, то объявляются аудиционы, объявляются всевозможные распродажи. Специальный, уполномоченный человек, не один из них троих, а кто-то специальный, значит, все продает внешним людям. И после этого деньги, ну, деньги для того и придуманы, чтобы их можно было делить, хочешь на троих, хочешь на сколько хочешь. Ребята, у этого есть одна неприятность. Всегда вам придется заплатить определенное количество тому, кто продает. Бесплатно продавцы работают только в сказках. Любая работа должна оплачиваться. Поэтому, разумеется, вам придется заплатить. Но это мелочь. Это мы пережили, это полное... Да, я сейчас скажу. Главная проблема в другом. Когда вещь продаете, невозможно назад ее потом выкупить по той же самой цене. Представьте себе, что вы сейчас возьмете, снимете с себя кофту, побежите на улицу. Кофту продаю, кофту продаю, кофту продаю. Ну, если вас милиция не остановит, или полиция, как ее там сейчас называют, представим себе, что вы сумеете эту свою самую кофту продать. После этого пойдите в магазин и за деньги, которые вы за это получили, попытаетесь купить новую кофту. Вы с удивлением обнаружите, что не получится. Потому что всегда во время торговых операций происходит вот эта вот неприятная вещь. Ну, я могу объяснить, например, о случае компьютера. Вы пользуетесь компьютером, и вы абсолютно понимаете, что он работает. Отлично, побежали вы его продавать. А как вы докажете человеку, который будет покупать, что этот компьютер на самом деле не последнюю секунду своей жизни работает? Вы-то знаете, что вы там ничего из него не вырезали, не подпиливали, бракованные детали туда не вставляли. Вы-то это знаете. А как в это поверить человек, который у вас будет покупать? Естественно, что он в это может поверить, может не поверить. А за счет этого цена будет ниже. В результате при любой распродаже вы потеряете. Причем, в общем, довольно существенный процент от стоимости имущества. То есть, если вы распродадите имущество, а потом скажете, что я хочу купить все назад, обратная покупка, к сожалению, вы купите не все, что продали, а только часть. Есть потеря. Мне не нравится. Нет, мы всех не слушаем. Да. Следующий вопрос. У меня есть идея, что если сказать, что в 24 часа я хочу встретить человека и сказать, чтобы они не могли ничего здесь делить. А, посадить их в комнату и сказать, что договариваетесь. Да? Да. Отлично. Так происходит в Батолической Церкви выборы папринства. Собирают, ну, если умер папринский, да, это, собственно, на моей памяти было такое. Действительно, ну, вот произошла беда, там, замечательный человек, там, лепский папа, мы даже на себе памятник поставили недавно, представьте себе, умер. Тогда очень просто. Собирают, что называется, руководство, да, самых видных, там, ну, у них есть определенный порядок, вот. И говорят, пока не выберете нового папу, не выйдите из этой комнаты. И, более того, ни с кем не общаетесь, просто вот сидите и думайте. Срабатывает. Только это срабатывает по той простой причине, что там культурные священники. Там люди, ну, конечно, денег тоже, в любом наборе людей может оказаться неплохой, но, тем не менее, в основном, это люди, в общем, вполне разумные. Вот. Это вам не эти трое разбойников. Вы посмотрите на этих кровожадных московских школьников, они же, они же глотки перегрызут друг друга, но не уступят ни в чем. Вы что? Они же в школу без полемета не ходят. Ну, а что? Нет, нет, ребят, ребят, нет, этот способ не годится. А главное, дорогие мои, вы опять, я не могу, вы опять пытаетесь, вместо того, чтобы решить задачу, вы пытаетесь сказать, что, а пусть они договорятся, а пусть они будут хорошие. Ребят, на самом деле, я не случайно взаимодействую. То есть, конечно, этот город взят как очень далекий от нас, но он взят не случайно. Я же понимал, что разговор пойдет и об этом тоже. Не обязательно сейчас это делать. Можно стоять спокойно. Не обязательно, потому что нет. Так, господа, смотрите, чем отличаются хорошие системы законов от плохой? В плохой системе законов все время написано. Там, не знаю, полицейский должен проявлять чудеса, героизма и самоотверженности. Судья должен быть там честным. Президент должен быть дальновидным, умным. Это системы законов, которые, между прочим, в очень многих странах работают. И в принципе, люди живут. Однако, когда образовывалась Америка, тот самый новый свет, то при разработке ее конституции, люди подумали так. Нужно, чтобы законы были такими, чтобы даже если будут не очень совершенные, я всем научился, не очень совершенные исполнители, все равно, чтобы они не смогли натворить больших бед. Может быть, слышали, есть такая вещь, система разделения властей. Ну, формально, якобы, это и в нашей стране есть, но по существу, вот, в Америке работает разделение властей. То есть, есть отдельно судебная власть, и там не может президент позвонить судье и сказать, что там, посади такого, тут он не выдаёт. Работает отдельно законодательная власть, и то же самое, президент не может позвонить и сказать, что срочно, там, примите такой-то закон, мне уже там нужно. Вот. И эти три власти, кстати, заметьте, их три, нечёртное число, для того, чтобы они друг друга сдерживали. Даже если вдруг не очень умный человек станет президентом, в Америке это не приведёт к катастрофе. Потому что есть сдерживающие органы, которые слишком большие глупости не дадут ему сделать. Так, следующее. Свою идею. Пускай один разделит всё на три части, а дальше они кинут жребий... Вот. Слушайте, у вас очень хорошая идея. Ребята, не то же самое. Эта идея очень хорошая. Смотрите, что он сказал. Разделит один человек всё на три части, а дальше кинут жребий. Ну, монетку тюньте, да? Например. Ну, замечательно. Кстати, как на троих кидать жребий по-честному? Двое. Двое. Двое? Один из них выпал, а потом на остальные, да? Извините, тогда будет гораздо выгоднее тому, с кого не начинали. Как кидать жребий по-честному? Жребий по-честному сначала с первым, а потом со вторым и третьим. Что проиграть? Не получится, да? Я должна поразделить, а вот... Нет, я не поразделить. Жребий, как по-честному, просто жребий на троих. Да. Стой на паузу. Выбираюсь на чашку, если я орею, говоришь, что... Постой, на троих. Когда на двоих, то всё просто. Так, господа, у меня нет монетки. Так случайно получилось, что я с тобой монетки не взял. Так, есть какая-нибудь монетка? Есть. Пожалуйста, одна монетка. Я вернусь. Я вернусь. Одна монетка. Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь. Так, господа, вот она, монетка. Представьте себе, что мы разделили богатство на три части. И сейчас между троими... Сейчас, 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 сейчас. Вот у нас, значит, есть первая часть, вот вторая, вот третья. Что? Как? Ты скажи. Оба это как? Нет. Я вернусь. Так. Имейте терпение, ребята. Бери руку. Да. Оба, значит, кто-то выбирает решку, кто-то выбирает. Два человека выбирают орел. Дальше. Вот, кидается. Кидается. Если кто-то орел. Да. Вот. То, кидайте, как я не знаю. Стань нормально. Если кидала решка, то, видите, что он не будет. Ребят, это ужасно. Это ужасно. Берите руки. Смотрите, что он предлагает. Он предлагает договориться, скажем, что девочка – это цифра, да? Вот если вверху будет цифра, то она выиграла. А мальчики – это если вверху будет девка. Да? Так, например, орел. Смотрите, что происходит. В 50% случаев победит девочка. А в остальных 50% случаев победят они, и они между собой разыграют. То есть получается, что ей в два раза чаще. Ребят, на самом деле, кинуть на троих очень легко. Рассказываю. Давайте договоримся, что вы – это орел-орел. Вы – орел-режка. Она – решка-орел. А если решка-режка, то все просто заново. Вот, рассказываю, что мы делаем. Смотрите, я беру монетку. Блин, по-моему, я по-честному кинул. Так, здесь герб. Здесь герб. То есть орел. Замечательно. Так, сейчас цифра. Так. Вот. А если бы в два раза была орел-режка, тогда бы процедура заново. Да. Вот. Итак, объясняю, чем это было плохо. Служу меня. Что все трое будут на самом деле чувствовать себя неудачно. Все трое. Почему? Потому что вы хотели какую-то очень хорошую, очень важную для вас вещь. Ребята, вообще бывают ситуации, когда человеку там из предложенного богатства вообще нужно вот что-то вот одно, а все остальное вообще для него никакой ценности не представляет. Вот. И представьте себе, вам это не донеслось. Вы, конечно, понимаете, что, когда бросали монетку, это все было прилюдно, все видели, что честно ее бросают. Вы понимаете, что вам не повезло не потому, что вас специально обманут. Но вы будете уверены, что вам это не повезло. То есть, понимаете, претензий предъявлять будет некому. И такая вот случайная процедура раздела – это гораздо лучше, чем предложенные ранее. Потому что она, по крайней мере, честная, и после нее они драться не будут. Но они будут недовольны. Они будут уверены, что вот им не повезло. Если бы по-другому монетка выпала, так говорили. Но потом можно, если кто-то хочет как-то у него лес, а кто-то наоборот хочет... А, уже потом меняетесь, да? Ну, ладно, я. Нет, но человек уже еще... Представьте себе, что вы этот самый каток ставите по цене выше, чем все остальное. Хочется ему кататься на асфальт-укладчике. На машине его возили, на автобусе возили, от метро возили. На асфальт-укладчике... Поднимите, кто по-честному ездил на асфальт-укладчике. Никто. А вот у человека мечта. Один раз в жизни сесть за рычаги асфальт-укладчика. Представьте себе. Он может считать, что у него жизнь начнет рянуть в рожьи. Если никогда не поездит на такой замечательной технике. Все понимают, почему она замечательная, да? Потому что она тяжелая. Причем очень. Вот. Так, все, не ради, не работай. Говори. Что вот в городе есть там лес, вот эта дорога. Там много чего есть. Да. Вот одному доставится то, что рядом с асфальт-укладчиками и вот этими самыми дорогами. Другому все, что рядом с ним. А если у нас любите асфальт-укладчиков будет двое. Кто они заспорят между собой. Кто ее больше любит. Кто меньше. А если асфальт-укладчик, тем не менее. Не серьезно. Да? Я думаю, что какой-то из них один человек, по крайней мере, есть более честный. Отлично. Посмотреть. Ну, в данном случае, очевидно, да, девочка. Она у нас выделяется, да? Просто тем, что девочка. Понятно, что она самая честная, самая красивая. Ну, ребята, это не серьезно. Понимаете, если встречаются, вы поймите, пожалуйста, если встречаются три человека, то, разумеется, в глубине души каждый из них должен быть уверен, что он самый честный. Если, вы поймите, пожалуйста, вот если бы я не был уверен, что я умею преподавать математику, да, то я бы здесь не стоял перед вами с этими задачами. Если бы вы не были уверены, что вы хотите учиться, то вы бы не пришли сюда. Понимаете, да? Каждый человек должен себя уважать. И поэтому идея, пожалуйста, поднимите руки те из вас, кто нечестные. Это странно, если вы знаете. Это странно. Ребята, кто из вас нечестный, поднимите руки, оставшиеся честные. Кроме того, опять-таки возвращаемся к тем самым словам про то, как должны быть устроены законы. Ребята, известная древняя история. Даже самые честные люди, приходя на вершину власти, имеют тенденцию перерождаться. Потому что большая власть, большое богатство, большие возможности, большое количество контактов с разного рода людьми и так далее, и так далее. Это все начинает очень сильно на человека действовать. Надеяться на то, что когда к человеку попало действительно богатство Нью-Йорка, что он не захочет из лучших побуждений, да? А вот у меня большая семья, а вот им тоже нужно. А вот у меня много хороших знакомых, давайте я для них и так далее, и так далее. Нет, это не серьезно. Следующий. А у меня есть два. Что, садись? Есть что сказать еще? Ну, я думаю, почему другой вот кто им сказал, что этот трензуншкольник решил, что это Гиброгов город, и он им подарок. А, то есть вы думаете, что самого честного должен найти тот, кто сказал, да? Ну, хорошо, если он ошибется. Вот он посмотрел, вроде бы симпатичная девочка. А она говорит, что, а нет, я все себе возьму. Все, после того, как вы поймете. Если вы придумали юридическую процедуру, то вы должны уважать ее результаты. Если вы говорите, она все разделит, то вы вынуждены будете в качестве нормального результата терпеть тот, когда она скажет, все мне, а мальчиков вывезет. Нет, все, не серьезно. Да? Говори громче. Говори громче, это раздельно. Если они будут, например, в одном зале где-то сидеть, по 8 часов каждый, управлять городом. Это уже было. Идея последовательного управления уже была. И я уже объяснил, что это никуда не годится. Потому что при этом последовательном управлении кто-то совершает одно решение, а то другим не понравится. И все, и начались отборки. Так, а второй ваш способ такой? Нет никакого способа. Говори. Ну вот, у меня была такая же идея, как и нужно. Это не важно. У вас есть новая высказка? Мы сейчас обсуждаем. Не важно персональное дело. Если у вас нет ничего нового, то садитесь. Это относится ко всем, кстати. Есть новая высказка, которая еще не звучала. Да? Мне кажется, это, конечно, не бумажный способ. Но надо между ними устроить войну. Ну, как... Бетные нью-йоркцы. Бетные нью-йоркцы. Это замечательно. Мало того, что они сейчас узнают, что они должны весь город свой отдать краю московским детям, так они там еще и войнушку устроят. Не серьезно. Не серьезно. Да, не реклама. Да. Надо кого-нибудь отдать. Нужно сейчас позитивить? О. Хороший способ. Делить по площади. Дело в том, что есть же объективная вещь. Это площадь, как вы видите, литра. Действительно. Взять, по карте просто посмотреть и площадь разделить по полу. Проблема состоит в том, где любимый асфальтный палочек. Или что-то другое. Понимаете? Ценность. Вот кто-то, может быть, терпеть не может себе. А кто-то, наоборот, любит там. Нет, нет, не серьезно. Делить по площади. Говорите. Вот один человек отойдет, а другие его как два раздельных порта. И потом третий подойдет, потом подойдет этот самый третий, и каждый от своей юношной части порта будет и тогда с другими словами, как делились с другими человеками. Ребята, вот вы ее не слушали сейчас. Тут были люди, которые хотели сами выйти. Между тем, только давайте еще раз. Господа, надо уметь слушать других людей. У других бывают умные мысли. Это очень плохо, что вы умеете слушать только взрослых, слушать только, когда вам приказывают слушать. Надо иметь уважение другим другим. Пожалуйста. То, что сначала один человек, ну, третьего, как я за девочкой, Лера, отойдет, а Саша и Дима разделят порно. Ну, как твою, или ту самую кашу. Потом подойдет Лера, и сначала, как ту самую кашу, делят с Сашей, а потом с Димой. И им, получается, остается поровно. Только не поровно. Смотри, если поровно, то это будет ошибка. Хотя на самом деле, это все решилось. То есть, смотри, в чем стоит это предложение. Третий человек отходит. А первые два человека поделили богатство между собой поровно. Это мы умеем. Задачу о разделе на двоих, я для тех, кто забыл, напомню. Делается очень просто. Значит, один из мальчиков делит пополам, а другой говорит, какая из этих частей ему больше нравится. Отлично. Поделили на двоих. Дальше подходит девочка. Подходит Лера. Но надо ей не полотенеть. Дело в том, что если она с каждым из них разделена полотенеть, то ей достанется половина от всего. А ей нужно всего лишь третье. Что должна Лера сказать мальчикам для того, чтобы взять у каждого из них на три части. Она говорит мальчикам, пожалуйста, каждый из вас поделите на три равные части. Они делят. И она у каждого из них возьмет по одной части. Так те, кто стоят в очереди. Господа, я знаю, что у каждого из вас есть некая мысль, которую вы хотите всем сказать. Я вам дам такую возможность. Но очень важно понять, что сейчас у нас произошло очень важное событие. Мы решили задачу. Другое дело, что ты же не слушаешь. Ты же идешь сказать свою мысль. Ты же не слышишь, что тебе говорят. Господа, пожалуйста, я еще раз повторю, но это действительно правильное решение задачи. Смотрите, что нам только что сказали. Смотрим сюда. Два человека делят богатство пополам известным способом. Один делит, другой выбирает, пока чуть больше. После этого они не убегают от их мечты, а они делают так. Каждый из них делит то, что ему досталось только что, на три, по его мнению, равные части. И после этого подошедший третий человек, в данном случае Лера, выбирает, какая из этих трех частей ему нужна и какая из этих трех частей ей нужна. Например, Лера могла сказать, что ей здесь интересна вот эта часть, а здесь ей больше понравилась эта часть. Отлично, все. Она это забрала. Заметьте, у каждого она взяла не меньше, чем третью часть. Значит, и от всего она взяла не меньше, чем третью часть. А они тоже не могут обижаться, потому что они же сами делят. Им сначала досталось каждому не меньше, чем половина. И потом. Так, поняли? Что, молодец, решила задачу. Так, говори. Я хотел сделать ромко. На карте можно было поделить на две равные части. Мы уже обсуждали. Разные районы города могут иметь разную стоимость. Например, одно дело в Москве Кремль, а другое дело московская городская свалка. Совершенно разной стоимости. Нет, вообще-то свалка тоже стоит денег. Вообще-то это тоже территория, и совсем без свалки города не может быть, так что вы зря смеетесь. Но согласитесь, что диктар Кремля стоит совсем других денег, чем диктар свалки. Согласны? Так, все, садимся. Говори. Вот, они поделили, трое решили вот так. Что такое трое решили? Вообще, ребята, решение может принимать один человек. Когда трое, это договор. И всегда очень важно, по какой процедуре он разрабатывается, каким образом эти договаривающиеся стороны обеспечивают соблюдение договора. что будет, если одна из сторон не сможет его, и так далее, и так далее. Договор даже на двоих, это очень сложная история. Целый юридический факультет есть, да, для этого дела в университете. Вот. А уж договор на троих, это вообще что-то неимоверное. Поэтому непонятно, кто ты говорил с собой. Все, садись. Так, говори. Если вот, если вот, надо карту поставить вот этого города и завязать глаза, каждый должен показать пальцем на части карты. Так, эта идея уже обсуждалась сегодня. Это идея случайного раздела. Ну, в вашем варианте это совсем страшно. То есть, у нас был сегодня случайный раздел, когда один делит на три части, а потом их случайно раздаем. Тут хоть как-то, хотя, кстати, и тут. Представьте себе, что один из этих троих, это человек абсолютно, не знаю, таких вот залихвастых замашек, которые скажут, ну, миллиард туда, миллиард туда, господи, про Нью-Йорк я вообще ничего не слышал. Вот. И разделят как-нибудь совсем криво, и в результате достанется кофе. Нет. А этот способ, это как бы вы сказали вообще, вы сказали, что случайно будем, значит, Нью-Йорк нарежет на мелкие кусочки и будем случайно раздавать. Ну, так при этом случайно одному достанется существенно больше, а другому меньше. Такое тоже возможно. Так нет, не серьезно. Следующий. Они могут назвать еще одного человека, как бы, чтобы стать четыре. Да. Он поделит на четыре части и выбрать. Четыре. Понятно. А ту часть, которая достанется этому человеку, куда ее деть? Ну, знаете, мне нужно. У вас. Садитесь, садитесь. И я понял вашу мысль. Ребята, вообще, в жизни такое бывает иногда. Когда заспорили три человека между собой, действительно, иногда зовут четвертого. Давайте я объясню, почему это на самом деле совершенно ужасно. Вообще, почему идея звать кого-то четвертого, она и в жизни чаще всего плохо кончается, и в нашем случае, и в нашем случае, почему она сражается. Смотрите, зовем четвертого, ну, например, меня. Так, ребята, четвертым буду? Замечательно. Расходимся. Пошли сразу. Мы будем одна команда, они будут и, нет, а вы другая команда. Дальше делим пополам. Ребята, обратите внимание, а что значит, что мы одна команда? Как вы точно сумеете, как вы точно сумеете договориться? Как они точно сумеют договориться? А может быть, я на самом деле буду играть за их интересы? А вот его мы обманем. Господа, всегда, как только возникает, это называется внешний управляющий, всегда, как только возникает новый человек, сразу возникает такая проблема. Давайте я немножко изменю процедуру и скажу так. Представьте себе, что просто вот они втроем не сумели придумать способ разделить и сделали так. За определенную сумму позвали четвертого, например, меня и сказали поделите, а мы вам за это, не знаю, 5 рублей заплатим. Рассказываем, что я прихожу, а делим и повторяем ее. Я прихожу и ласково, глядя на них, говорю, господа, вы уже подписали юридические документы о том, что вы полностью доверяете мне раздел вашего имущества. Подписали? Подписали. Вот, если кто-то из вас подарит 30% того, что я ему передам по этому договору мне, то я ему передам больше. А тем, кто не подарит, ну, 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 как, вы сами узнават, те более-менее ничего не получат. Что после этого произойдет? Они соображают, что если кто-то из них пойдет на эту коррупционную сделку, то произойдет следующее. Вы представьте себе, вот он согласился на пробку. Ну, видите, уже нечестно нашелся, я же говорил, он шпатит. вот, вот, он заплатит мне эти самые 30%, им я дам по одной песчинке нью-йоркской кучи, две песчинки, две песчинки, замечательно, идите отсюда, все справедливо, вот, сами согласились, что я делю богатство, поэтому уже поздно, вот, 30% мне, так, а вы понимаете, что произойдет? они сразу кричат, мы поняли, как мы были неправы, давайте мы вам дадим 32%, ну, кто больше? Хорошо, документы же еще не подписаны, господа, хорошо, может, молодые, извините, они дали 32%, поэтому давайте вот эти две песчинки, пожалуйста, вам, вот, а, значит, мне 32%, а остальные 68, мне по честному пополам, а что произойдет дальше? 40, молодец, уже начал торговаться, ребята, если у меня будет достаточно наглости, расскажу, чем это закончится, 7,99% достанется мне, и совсем, чуть-чуть и втроим, и при этом они будут счастливы, что им хоть что-то досталось, потому что как только они позволили внешнему человеку с юридическими правами вторгнуться, так они отдали своим правам, нет, и, разумеется, нет никакого барьера, между прочим, в реальной жизни это встречается, извините, сплошь и рядом, может быть, у кого-то из вас даже родители работают в каком-нибудь там консалтинге, аудите, в чем-нибудь таком. Я могу сказать, вот у меня конкретно у семьи знакомые, которые лет 15 назад были абсолютно счастливы тем, какой они замечательно нашли работу, проверять бухгалтерскую отчетность финансовую разную, и, соответственно, они там получали очень неплохую за это закладу. попалась ему достаточно крупная фигура, и к ним приходят и говорят, что результат вашей проверки должен быть вот таким-то. Они говорят, послушайте, а все же не так, мы, если будем делать все как нам положено, то будет совсем не так, очень хорошо, а жить вы хотите? Отвечают люди. Так вот, они захотели жить, конкретно эти люди не стали подписывать нечестные документы, но они вынуждены были все, что у них было в Москве бросить и пуститься в бега. Просто люди вынуждены были реально поменять жизнь, потому что жизнь дороже. Потому что вдруг выяснилось, что никакая их высокая зарплата против угрозы, а мы тебя в подъезд зарежем, не работает. И сколько ты не подавай заявлений в полицию, тогда это милиция, неважно, все равно извините, против бандитов ничего не сделаешь, да? Вот, к сожалению. Поэтому тут ситуация такая, как только вы связываетесь с подобного рода историей, вы должны понимать, что включаются страшно неприятные механизмы. Все эти прокуроры, следователи, там и так далее, и так далее, и так далее. Все должны понимать, что эта история тяжелая. поэтому пожелав, конечно, успехов всем прокурорам, всем судьбам и так далее, мы с вами должны суметь придумать процедуру, при которой раздел будет очевидно гласным, очевидно справедливым, и при которой не будет вот этой возможности сказать, что отдай-ка ты мне 30%, отдай-ка ты мне 40%, и так далее. Нам нужен механизм, защищенный от такого года нечестности. Так, говорите. Еще раз. страна. Пока вам дали прибор. Сначала у нас делят на 3 любые части, потом Саша у нас еще на 3 такие же части. карты. Дима тоже еще сюда. Да. И потом у нас 2 Потому что если один поделил на 3 части, другой на 3 и третий на 3, то получится 27 кусочков. Что делать с ними дальше? Главное больше будет кусочков, чем мы нарисовали. Я могу объяснить, как это будет примерно происходить. Вот если есть город, первый человек поделил на 3 части. Ребята, вы сейчас думаете, что задача уже решена. Так вот, я докладываю вам. Иногда полезнее знать 10 решений одной задачи, чем по одному решению. У меня сейчас нет цели пройти с вами как можно больше задач. Повторяю. У меня сейчас нет цели любой ценой перейти к следующей задаче. Нужно то, что знаешь, знать по-настоящему. Нужно уметь. Заметьте, второй раз человек пытается рассказать решение. не надо останавливаться в тот момент, когда вы решили задачу. Надо подумать, а нет ли решения попроще, а нет ли какого-то другого подхода, нет ли там еще чего-нибудь. У нас цель не наполучать пятерок, ребята, а разобраться в том, как устроена жизнь. Так, смотрите, вот один человек взял и разбил все на три части, по его мнению, одинаково. Второй человек каждую часть тоже может разбить на три, по его мнению, одинаково. Это пожалуйста. Третий человек берет и делит примерно так, каждую из этих частей тоже на три равные части. Получилось 27 частей. Что делать дальше? Надо 27 разделить на три. Получается, что каждый поделит другой кусочек. кусочек это могут быть сильно неравные. А как узнать, какой кусочек лучше и какой кусочек кому? Пойми, пожалуйста, когда третий человек проводит свою линию, он может так, он может здесь провести совсем близко, он может дальше. Ему же важно только чтобы на три равные части. Нет, ребят, вы замучитесь распределять эти 27 частей поровну. Выписать кому какая часть не сможете. Потому что реально нужно сейчас четко сказать такую, такую, какую часть. четко что хочешь сделать? Ну как понять, третий счет тоже может сейчас сделать? Говори. Да. Да. Их трое. Класс. вот это замечательно. Вспомнили про то, что там еще и люди живут. Ну они конечно американцы, многие из них парушки не говорят, на математические кружки вообще не ходят, что это за люди. Ну ладно, ладно, действительно, а вы понимаете, что во время этих выборов, нет, я понимаю, что в Америке все эти законы и так далее, но тем менее, будет огромное желание потратить существенную долю богатства на отпрыг избирателей. Да? Огромное желание. И опять потребуется заводить какие-нибудь там избирковые, да? В общем, привет, это все деньги. Они же не прогорят, они на эти выборы потратят там на изготовление больших бюллетеней, на изготовление черного. Ну вот слушайте, это нереально. Это нереально. да. Прикромно. Да. Если чем вам не понравилось вот это? Я могу сказать это не кто. Моя мама училась в своей области в педагогическом институте. И на первом курсе карта и лекция начиналась следующим образом. Выходил преподаватель, и говорил значит родные ребята, студенты давайте рассмотрим произвольный график функции. Вот есть координат. Представим себе, что у нас как-то так проходит график функции. Ну и дальше рассказывал есть математи разное образование график производное но чего есть. Вдруг он заболел приход другой заменять на один раз и говорит дорогие студенты давайте рассмотрим произвольную функцию. только он собрался говорить как раздался вопль студенток. нет произвольная функция это не так произвольная функция это вот так она должна быть не сюда она должна быть сюда то следовало что они не понимали ничего они не понимали смысл слова произвольный да что разговор шел не конкретно об этой картинке а о любой линии которая могла быть Так вот, то же самое. Вы что, считаете, что это уже похоже на настоящую, как у нее, что ли? Или что? Хорошо, ладно, вот у нее. Дальше. А мы уже договорились, что наша процедура должна быть без жребя, потому что если кидают жребий, то всегда есть обида на случайность, и, в результате, все будут недовольны. Всем будет казаться, что а могло-то быть по-другому. А вот если бы тогда... У вас никогда не возникало обид на жизнь, а? А вот если бы тогда я написал в контрольной работе цифру 6, а не цифру 5, то мне бы тогда поставили, а? Нет, не серьезно, не кати же это. Так, господа, что у нас сейчас в одном остатке? У нас есть одно решение задачи. Кстати, оно годится и для случая, когда не обязательно 3 человека, скажем, 4. Рассказываю. Если нужно разделить на четверых, скажем, они трое и еще я, то нужно сделать так. Сначала двое между собой делят. Он говорит, а двое делят, да? Там девочка рисует, как делить пополам, мальчик убирает. Потом, каждый из них, доставшуюся ему часть из этих половин грежет, по его мнению, на три равные части. Третий подход выбираем у каждого из них то, что им понравилось. В результате уже настроили все по-честному потерю. Потом, внимание, из того, что получилось, я подхожу и прошу каждого из них разделить богатство на три равные, нет, уже не, уже на четыре, на четыре равные части. И их на четвертушки у каждого из них беру. В результате мы все поделили на четвертки. Согласны? Согласна. Так, а теперь вопрос. Кроме этого, одного решения. Кто-нибудь еще придумал за это время? Там было много поднятых. Да? Нужно каждому выдать одинаковый радиус. Нужно каждому выдать что? Одинаковый радиус. Ну, ребят, это продолжается разговор о том, что надо площадь поделить городом пополам. Вы могли уже услышать, я эту мысль повторил много раз. Стоимость разных участков города разная для разных людей. У этой задачи есть еще несколько решений. Из них два совсем простые. Одно, пожалуй, достаточно сложное, и оно плохо тем, что оно только для троих. Тем не менее, давайте сделаем так. Я все-таки расскажу все эти решения, не прошу вас их записать. То есть первое решение уже прозвучало, я его повторять не буду. Второй способ. Деление на троих. Он переносил на троих. То есть он не переносится. Я его не умею рассказывать, когда четверо или больше народу. Заключается он в следующем. У нас есть богатство. Вот есть лекция богатства. Мы говорим одному из наших троих ребят. Например, Лея. Пожалуйста, Лея, раздели на равные три части. Она дель. Например, ей показалось, что так было. Вам может казаться по-другому, но ей так захотелось. Ей кажется, что здесь вот есть какое-то особо ценное место. И поэтому их части по почте не должно быть побольше. А это нормально. Она разделила на три равные части. Дальше. Говорим остальным двоим ребятам. Выберите то, что вам больше нравится. Есть два варианта. Один вариант. Они выберут одну и ту же часть. Второй вариант. Они выберут разные части. Ну, например, Саша захотел эту часть. Даня захотел эту часть. Очевидно, что проблем в таком случае нет. Почему? Потому что Лера что получит? Получит честь. Лера получит эту часть. Все. Все счастливы. Все троище. Дело в том, что Саша сам выбирал одну из этих частей. Даня сам выбирал одну из этих частей. А Лера сам отделил. Но, возможно, неприятность. Возможна ситуация, когда ребята захотят одно и то же. Даня и Саша могут сказать, что с их точки зрения вот эта часть самая большая. А эти, по их мнению, маленькие. Они могут захотеть один кусок. Тогда процедура раздела устроена следующим образом. Мы говорим, что из оставшихся частей, пожалуйста, выберите ту, которая вам больше нравится. Тут опять есть два варианта. Один вариант, что они захотят одно и то же. Второй вариант, что они захотят разное. Так, представьте себе. Даня и Саша хотят опять одну и то же. Например, нет участия. Им очень понравилось вот это место. Там важные. Захотели одну и то же. Другой вариант. Например, они захотели вот так. Саши и ту же. На самом деле, в обоих случаях разобраться очень легко. Не надо брать меня, вывести на слова. Хорошо, но можно, например, тут все Лена выбирает, а вот Даня и Саша, они тут делят. И то, что для них это очень важная часть. Да, отвечай. Это они поделят пополам. Это пожалуйста. Они могут договориться, что, например, Саша делит, Даня выбирает. И эту часть они пополам поделят. Отлично. А здесь, что это все Лея? Это несправедливо. Ну, а можно тут и тут и там. Не догадалась. Говорит. Все, я думаю, вторую. С пехой. Это Лера побежала в свою защиту. Все, а не вот эту? С тем? С тем делить? Саша это будет? С Сашей и Лея. Не Лея. Это можно разделить как ту самую. Не то. С тем должны делить эту часть? С Леей. С Леей, конечно. Господи, вышла и сама не догадалась. Смотри. Эта вот Лея часть тебе надо поделить с Леей. Вот, ну, Саша, то есть, ты делишь, а Саша выбирает, какая это из этих частей лучше. Например, там. Вот, эту часть ты делишь. И Даня выбирает, какая из этих частей лучше. Например, Даня вот эту. Вняла? Замечательно. А в этом случае, что, как устроена дележка? Да? Какую часть в этом случае надо дать Лее, а какую часть? Абсолютно верно. То есть, надо себя представить нормально. Горда. Третья часть в Йорке твоя, это что? Конечно. А каждую из этих частей мальчики поделят между собой на двоих. Мы это умеем делить. Все, спасибо, Садя. Так, давайте я быстро повторю. А вы постарайтесь это себе как-то сфиксировать. Что тебе? Можно вопрос? Да. А если я, там, ходит клуб, стоят в Беззарии, Саша тоже? Нет. У нас, смотри, у нас есть некоторая процедура деления. Она заранее объявляется, стороны читают эти правила и приходят к выводу, что это честно. После чего они уже, что называется, под телекамеры, под внимание всех нью-йоркцев и всего остального мира, не каждый день Нью-Йорк делят на две части, вот, просто это делают. И все соглашаются, что это честно. Потом. Так, еще раз. Для всех повторяю быстрое решение. Говорил Ленин, поделив все на три равные, по твоему мнению, части. Дель, говорит дальше, дает мальчикам возможность выбирать то, что им больше нравится. Если они выбрали разные части, то она берет третью, и на этом процедура раздела заканчивается. Если они выбрали одну и ту же часть, то она повторяет вопрос из оставшихся частей, какая вам больше нравится. Если они опять показали на одной и ту же, то работает вот эта процедура. То есть они между собой каждую из этих частей берут, а третья часть берут первую. Если же они показали на первую часть на этот раз, а до этого на одну, то первую часть они делят между собой пополам, это известно, а дальше каждый из них делит слева. Все, ребята, я не умею обобщать этот способ на четверых, потому что количество вариантов становится слишком большим, но я зато знаю еще два решения задачи. И они гораздо короче и гораздо симпатичнее того, что у нас сегодня было. Один способ – это способ с использованием подноса. Второй способ – это способ при помощи длинного и очень острого мяча. Так, давайте голосование. С чего начнем? С подноса или с мяча? Кто за подносом? Так, вы за подноса, пустите руки. Кто за мяч? Кто? Конечно, больше. А, ну ладно, начну с мяча. Что с вами делаешь? Рассказываю. Террористов. Никаких террористов. Вообще, слушайте, Нью-Йорк и террористы – это вещи, в общем, к сожалению, истории связанные, поэтому не будем о грустном. Ребята, разумеется, я не собираюсь ничего рубить, а сделать нужно следующее. Чтобы не было ужастиков, хотя, можно и ужастиков. Для тех, кто любит фильм ужасов, будет сделано так. Над Нью-Йорком вешаем, ну, меч такой не бывает, а такую веревку, которая будет начинаться на одной окраине города и заканчиваться на другой. Рассказываю. Город Нью-Йорк. Здесь далеко-далеко от него вбиваем голышек. И прокладываем веревку. Здесь вбиваем голышек. И дальше будем делать очень простую вещь. Будем эту веревку просто тащить через весь Нью-Йорк. Ну, иногда нам придется через здание перекидывать. Ну, у нас ребята могучие, они так размахнутся веревочками. Через небоскреб не получится. Вот. Если не получится, ну, значит, придется как-то ее там временно разрезать, перестыковать. Что-то остается. Да-да-да. Господа, потихонечку эта веревочка будет двигаться так. Поняли идею? Да. Главное, чтобы она двигалась очень медленно. Чтобы не было того, что она только что была здесь, а тут уже... А тут и не я сушу. Очень медленно. По сантиметрику, по миллиметрику. Медленно, медленно движется. И в любой момент... Оборвется. У любого. Да, все это происходит под телекамерой, так что весь мир и весь Нью-Йорк видит, что происходит. Эта веревка прямо так вот и лежит. Да? Машинам придется сказать, что вот... Учтите, что тут веревочка такая и сложная. Господа! Слышите, что дальше происходит? У любого из троих, участвующих в этой процедуре... Кстати, процедура замечательна тем, что хотите и на десятерых, хотите и на пятьдесят человек. Эта процедура единообразно работает для любого количества участников. Так вот, у любого участника есть право в любой момент крикнуть... Мне! Мне! И в таком случае... Вот, представьте себе, если у нас веревочка вот так вот расположена и крикнули Мне, то вот этот кусочек достается тому, кто крикнул. Мне! А если он крикнет, если немножко подождет и крикнет в тот момент, когда будет вот так, то ему достанется этот кусок. Смотрите, что будет происходить. То есть, когда человек крикнет слишком рано, то он прекратит. Если только веревочка вошла на территорию города и вы крикнете, то, разумеется, вы получите маленький кусочек окраина. А если слишком поздно, то произойдет вещь такая. Как только станет доля больше, чем одна треть, то другой крикнет. И он эту самую долю большую унесет. И после этого делить уже надо будет на двоих оставшиеся, но это по размеру уже меньше. То есть, смотрите, если они все в краем будут жадно смотреть и ждать, до тех пор, пока веревочка не дойдет, например, вот сюда, то тот, кто в этот момент крикнет, получит вот этот кусок города. И это будет означать, что он их обманул. Здесь не нужны никакие внешние честные юристы. Здесь не нужны никакие кристально честные нью-йоркцы, которые будут голосовать. Помните, были предложения, да? Юриста нанять или чтобы нью-йоркцы пусть на голосовании вопросы решали. Нет, здесь не нужны внешние люди. Здесь они втроем, три московских школьника, следят за продвижением веревочки и все время лихорадочно подсчитывают. Вот мне еще миллион, вот там добавилось еще два миллиона, вот добавилось. И в некоторый момент, как только он понял, что третью часть отсчитали, без всяких внешних побуждений, человек сам закричит, что мне. Потому что он будет бояться, что другие тоже поймут, что уже треть отсчитали. И, соответственно... Так, все поняли? Да. Все. Это, пожалуй, самый быстро рассказываемый способ и самый понятный. Я хотел его даже, наконец, оставить, но уж захотели, так захотели. Третий способ... Не, не третий, четвертый, уже четвертый. Да. Поднос. Он более сложный, чем этот. Но уж потерпите. Слушайте, в случае Нью-Йорка идея подноса выглядит замечательно. И, ребят, давайте мы все-таки не будем в Нью-Йорке ездить на кусочки. Давайте мы сделаем хороший-хороший торт в форме Нью-Йорка. И делить будем все-таки торт. Ладно? Чтобы никому не было обидно. Все. Про город забыли. С этого момента речь идет о дележке огромного, прекрасного вкусного торта. Да, да. Говорят, что уважаемые школьники, руководство университета решило за вашу хорошую учебу подарить вам всем торт. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Кстати, нам несколько раз так и было. Правда, не торт, а книжечное дарение, но нам дарили периодически. Так что в этом году не знаю, подарили ли, но в прошлом году дарили. Так что бывают в жизни радости маленькие. Господа, итак, книжечки икрывать нехорошо, а торт, его после чего можно закупорить. Представьте себе, что мы хотим по-честному разделить торт. Рассказываю, как это очень легко сделать. Я беру. Вот он. Представьте себе, здесь стоит торт. Я беру, отрезаю кусок. Который, по моим представлениям, честного размера. Но не съедаю. Потому что, если бы я мог разрезы, отрезать и съесть, то уж, наверное, при моей любви к сладкому, я просто слопал бы весь торт у вас на виду и все, да? Вам очень досталось. Нет. Я отрезаю кусок и передаю первому школьнику. У него тоже нет права есть этот кусок. А у этого школьника есть такое право. Если он считает, что кусок, пожалуйста, полное внимание. Это будет важная фраза. Повторяю. Не я, ни кто-то, ни один из тех, кто сейчас мимо кого-то сейчас торт пройдет, не имеет права этот торт есть. Но я вырезал кусок, который по размеру считаю правильным. Передал первому школьнику и говорю, если считаешь, что кусок слишком большой, отрежь. Маленький кусочек и верни в общую массу. И оставь ровно то, что ты считаешь правильной функцией. Все поняли? Да. Если рассчитаешь, что кусок маленький или такой, как надо, то ничего не делай, передай дальше. Второй школьник. То же самое. До него дошел кусок торта, но не имеет права его есть. А должен, если, по его мнению, кусок большой, отрезать лишнее и вернуть на общий стол, а правильного размера кусок передать дальше. И так пройдет мимо всех вас. Каждый будет иметь право уменьшить кусок. Ни у кого нет права этот кусок увеличить. Услышали? Да. Услышали. Теперь вопрос. Когда этот кусок вернется сюда, скажите, пожалуйста, кто его после этого должен будет съесть? Вы. Я. Я. Извините, если будет известно, что его должен съесть я, то произойдет простая вещь. Кто-то из школьников уменьшит этот кусок до нуля или до маленькой маленькой капельки. И все, я получаю свою грошу. И понимаю, что меня плохо обманули. И ухожу недовольный на весь мир. Но вы еще разрешите то. Нет, нет. Нет, все уж. Получил-то получил. Я пойму, что меня обманули и обиженные на всю жизнь уйду. А вы все равно это? Нет, ребята. Нельзя, чтобы это получил какой-то конкретный человек. По той простой причине, что если мы заранее объявляем, что это получил Саша, то совершенно понятно, что любой другой человек уменьшит кусок до нуля и будет страшно доволен, что Саше ничего не достало. Нет. Кто получит кусок? Говори. А кто уменьшил? Говори. Ну, мы опять начали играть в это случайно. Не то. Тот, кто уменьшил его больше всего. Не то. Тот, кто уменьшил его больше всего, если честно, это я его уменьшил больше всего. Сначала ведь он был весь тот, а я его уменьшил до одного кусочка. Не то. Да, говори. Говори. Силу бери бумагу. Говори. Говори. Нет, что ли. Эх, вы. Ситуация описана абсолютно понятно. Торт прошел через все руки. У каждого была возможность довести его и до идеального размера. Кто-то этой возможностью воспользовался, кто-то отрезал, возвращал. Кто-то считал, что он и так или правильный, или меньше, чем надо. Кто считает, что торт правильного размера? Тот и должен его съесть. Говори. Тот, кто ничего с ним не отрезал. Тот, кто ничего с ним не отрезал. Вот представь себе ситуацию. До тебя доходит поднос, на котором одна крошечка. Ты, разумеется, ничего с ним не делал. Но и считать, что это правильная порция, ты тоже не считаешь. Нужно дать человеку, который убежден, что это правильная по размеру порция. Ну, когда честно, в слове... А как узнать? Мы все честны. Да. А мы все имеем честны. Потому что на нашем-то занятии есть. А как понять? Перекладывание в тетрадь из портфеля. Сюда. Я просто подумать. Господа, родители вам накупили ручек, пеналов. Что вы сейчас перебираете из пеналов? Можно просто подумать. Кто считает, что порция правильного размера, тот и должен ее получить. Представьте себе, кто... Вот когда торт прошел по всем рукам. Кому можно ее дать так, чтобы он не обиделся? Говори. Кто самому последнему человеку, кому хоть будет каждый, даже кому... Последнему, то есть, ну как, если до него дойдет ноль, да? Говори. Может быть, тот, кто умеет дать, например, маленькую крошечку. Почти правильно. Тому, кто... Надо дать его тому, кто отломил от него кусочек последний. Объясни, почему? Ну, потому что, когда через всех прошло, осталась маленькая крошка. Нет, неважно, что осталось. Может, перевал на секунду. Она была... Важно, чтобы был человек, который последний уменьшал. Он уменьшал до правильного количества, так? Да. Значит, он считает, что по-честному... Вот представьте себе, вот, пусть вы уменьшали последний. Это означает, что вы вырезали, по-вашему представлению, идеально правильную долю, да? Да. И так же договаривались. Да. Мы же не договаривались по постепенду. Каждый должен был вырезать идеально правильную долю. Значит, вы вырезали эту правильную долю. Вы считаете, что она правильная. Поскольку вы были последним, кто резал, то... То все нормально. Согласны? Да. Вот. То... 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 После вас никто не отрезал, вы эту долю съедаете. Почему до вас все считают, что она не превосходит, и после вас? Потому что у всех была возможность уменьшить. Правильно? Если кто-то не воспользовался этой возможностью, значит, он считал, что она уже и так. Нормально, но не превосходит. Молодец. Правильный решение. Пожалуйста, запишите себе в тетрадь, я просто в раздюю. Кусочек даем к тому, кто последний отрезал. То есть, если никто из вас не будет отрезать, то это будет означать, что я с самого начала вырезал идеально правильную долю. Скажем так, правильную в том смысле, что не больше, чем надо, да? Вот, она прошла, все посмотрели, все согласились, и, соответственно, я ее и съем. Если же она прошла по вашим рукам, и кто-то отрезал, значит, кто-то считает, что она была слишком большая. Но он-то ее дорезал до правильного состояния, и, соответственно, он ее ест. А все остальные считают, что все нормально. Господа, давайте мы сейчас с вами решим задачу очень простую, но надеюсь, что это не происходит. Подобрать, не обязательно находить все решения, подобрать хотя бы один способ, чтобы вместо разных пунктов были бы написаны разные цифры. Вы заметили, здесь всего 10 пунктов, поэтому все 10 цифр, имеющиеся в аппаратской системе, от 0 до 9, все должны по одному разу быть использованы. Это замечательный простой ребус, надеюсь, что вы его сейчас решите. Да, да, да. Когда ребус, разные буквы означают разные цифры. То есть в данном случае все 10 мест должны быть заполнены разными цифрами. Да. Да, можно выйти и написать ответ, если вы узнаете, конечно. Лучше еще объяснить, как вы до него догадались, но не обязательно, потому что просили только догадаться. Так, пожалуйста. Да, да. Пиши примерскую. Так, 526. Нет, все будет просто непроверено. Ребята, давайте договоримся. Вы будете в тетради проверять. Давайте объясним. 6 плюс 3, это 9. Где-нибудь 6. Здесь 12. Вот, двойка встанилась. Что не важно? Пожалуйста. Представили, проверила? Да. Покажу. Я уверен, что шаг будет неправильным. Потому что так быстро вряд ли можно решить, но посмотрим, вдруг повезет. Вот огромная чистая доска. Зачем вы идите в тетради? 942. 2 повторяется. Вот цифра 2 использована дважды. Слушай, я сегодня вам уже говорил. Вы не слышите других людей. В принципе, вы слышите. А в математике слова имеют смысл. Надо уметь слышать не только себя. Я не пара. Достаточно одной ошибки. Если в решении есть одна ошибка, то уже все. Здесь действительно едининг повторяются двойки. Но достаточно одной ошибки, чтобы уже считать решение не верным. 821-463. Я не понимаю, почему мы в тетради не могли это увидеть? Не надо так затирать стыды. Надо просто в тетради складывать и смотреть. Ребята, за отходы ничего не дают. Понимаете, к сожалению, многие из вас привыкли, что в школе за активность можно получить какую-то хорошую оценку. Это очень неправильно. Нужно решение. То, что вы хотите решить задачу, я и так прекрасно вижу. Это мне неинтересно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Это положено подписывать, когда четвертый, 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 четвертый. Вот, и складывать надо так, ставить парадельно, пиши, 7 плюс 4, 1, 1, пиши, перенос один следующий разряд, 1 плюс 8, 9 плюс 3, 12, пиши сюда 2, так, и 1 переносим сюда, давай. Пиши, 6, 1, ух ты, слушай, правда не умеешь смотреть числа? Не понимаешь, что это такое понятие, как разряд? Подписи, 1621, единицы. Господа, давайте мы скажем так, давайте мы скажем так, может ли кто-то из вас какую-то одну цифру в этом времени сразу написать? Да. Какую? Йо, ответ. Йо. Почему это единица? Потому что по-другому не может быть. Это странный очень ответ. Вы не сообщаете причину, а говорите потому что по-другому не может быть. Когда вас спрашивают, почему, то так нельзя отвечать, да? Потому что из двух трех значений не может получиться в первом случае. Правильно, это разумно. Господа, это же число меньше тысячи, и это меньше тысячи. Значит, эта сумма меньше двух тысяч. Поэтому действительно здесь обязательно единица. Сумма. Сумма. Проходите, ищите. А что, это похоже. Давайте проверим. 6 плюс 9, 15, идиничьего или иного, длина, иди четыре. Хорошо, молодец. Одно решение есть. Так. 523, здесь нет. 5-5 не бывает. 5-5 у вас цифра повторилась. То же самое у вас тоже повторилась. У вас ничего повторилась. То есть, господа, на самом деле у этой задачи есть несколько разных решений. И давайте я все-таки попрошу вас, знаете, еще раз. Паша, прошу. Это очень данный вопрос. 3-3 повторялись. Тройку у вас повторилась цифра. О, уже попалась. Уже попалась. Это уже невозможно, поскольку мы знаем, что йо это единица. Поэтому вы не имели права единицу использовать в примере. Все, садитесь. Если вы написали внутри примера единицу, то уже ничего не может получиться, потому что Грозу должен был нам единицу. Что вы делаете сейчас? Вы ищете книги... Так, ребята, давайте я скажу вам так. Здесь, заметьте, был перенос, да, при сложении. И здесь был перенос. И здесь был перенос. А вот вопрос такой. Можно ли решить эту задачу, чтобы перенос был только в старшем разряде? Нет. Если честно, можно? Можно. Я такое решение знаю. Итак, давайте я сделаю более жесткое условие. Пожалуйста, придумайте, чтобы перенос был только вот здесь. А чтобы здесь и здесь переносов не было. Это можно сделать. Это довольно несложно. Если подумать можно. Вот и подумай. Звучит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...